Привет, друзья! Сегодня посмотрим с вами еще на одни наушники от Lenovo. Это такая альтернатива AirPods Pro. Приходят они вот в такой вот довольно-таки хорошей упаковке. Наушники запечатаны в заводскую пленку. Совсем недавно я открыл для себя, что наушники от Lenovo звучат довольно-таки неплохо. Они выглядят тоже на уровне. На прошлой распаковке я показывал вот такие наушники. По качеству звука они меня поразили. У них качество звука оказалось лучше, чем вот такие вот дешевые копии на AirPods Pro. Ну, с хорошими копиями они на одном уровне. Упаковка, так скажем, не премиального качества, что мы на ней видим. Заверяют нас, что 4-6 часов будет в режиме у нас прослушивания музыки. Bluetooth 5.0, 8-милитровый драйвер, 32 Ома. Ну, это все хорошо, но давайте смотреть. Упаковка не самого премиального качества, конечно. Но что очень радует, что это у нас USB Type-C. Это молодцы. Сменные амбишуры. Ну, конечно же, документация. Ну, и сами наушники. Да, очень похожие, конечно. Это чистый закос под AirPods Pro. Упаковка не подарочная. Кейс. Ух ты. Че он, блядь? Че, замок какой-то, что ли? Нет, просто они так... Ну да, в отличие от предыдущих... Ох ты, какой замок, ребят. Ну, здесь прямо он чересчур... Чересчур, да, перестарались. В прошлой версии была такая хляпкая петля. Здесь она... Петля мощная, так скажем. Сам кейс выглядит следующим образом. Вот у нас загорелись 400-диодных индикаторов, которые показывают уровень заряда кейса. Вот так они внутри кейса. Здесь у нас вход USB Type-C под зарядку. Ну, петля, конечно, тут хорошая, но замок очень тугой. Вот так они смотрятся рядом с копией на AirPods Pro. Ну, практически полностью копируют. С включением вот этой вот... Амбишура резиновая. Никакой пластмассы здесь нет. Но само сопло довольно-таки уже большое и эллипсообразное. Давайте посмотрим, как они будут сесть в ушах. Что-то там женщина сказала. Power One. Connection with the effect. А здесь другим, значит, голосом. Здесь молодая китаянка. Здесь как вроде бы, ну, типа англичанка, а здесь как китаянка. Ладно. Так. Находятся они как G3. Сидят они хорошо. Удобно, в принципе, надежно. Но изолируют не особо. Нет. Да, я слышу, в принципе, что происходит вокруг. Обычная копия на AirPods Pro даже лучше изолирует звук. По посадке в ушах они очень похожи на Huawei-вские вот эти фрибации какие-то. То есть, ну, которые не вакуумные, которые вкладыши. И они, кстати, больше ощущаются как вкладыши по шумопоглощению. Ладно, давайте слушать, как они звучат. Сейчас. Секунду. Давайте сравним с эталонными на данный момент моими наушниками. Которые без названия даже. Очень чисто играют, но сыпят. Тарелки сыпят. Так. Ну, что хочу сказать. Звучат они громко. Они очень громко. Они звучат даже громче, чем вот эти вот мои черные, которые я сам кушаю уже давно. Мне очень нравятся. Так. Давайте по сенсорам сразу. Нет. По стандарту. Один стоп. Не, блин, а рутка. Один тап. Стоп-пауза. Два тапа перемотка туда. Два тапа перемотка туда. Звучат они погромче даже, чем вот эти вот мои любимые наушники. Безымянные. Но их минус. У них все-таки, опять же, нет вот этого объема, который я хотел бы сравнивать. Их с вкладышами я даже не буду. Звучат они, конечно же, лучше, чем вкладыши. Хотя у них шумоизоляция на уровне вкладышей и сидят так же удобно. Сравнивать мы, конечно же, их будем вот с этими саталонными на данный момент, которые у меня, я слушаю, безымянные. Но звучат лучше, чем все любые копии, и вообще даже самые лучшие, которые... Если сравнить с копией на AirPods Pro, то можно это характеризовать так. Они чище звучат. Копии на AirPods Pro страдают тем, что у них нету частоты в звуке. Нет вот этой вот прозрачности. Нет какой-то вот, не знаю, вот этих вот именно когда скрипочка или какие-то вот эти вот вещи в копии этим страдают. Да, у них неплохой бас. Опять же, он не идеальный, но он неплохой. Здесь частота мне показалась неимоверная. Вот знаете, был бы какой идеальный тандем. Вот если громкость и частоту именно вот эти вот высокие частоты, и где средний, да, опять же, этот голос, где прорабатывается, где сама вот эта сцена, она хорошо ощущается. И все это добавить сюда, но оставить вот эту глубину баса, который присутствует здесь, и объем именно вот этого звука. Это было бы, наверное, самые идеальные наушники в мире. Потому что вот эти наушники от Lenovo играют, мне показалось, настолько чисто. Мне на какое-то время даже показалось, что здесь установлена арматура. Я, честно говоря, не знаю, не смотрел, не гуглил, но по качеству звука они очень приближены к арматурным. Вот у них частота на уровне, знаете, KZ-Z2. Вот это, где арматура дает вам вот эту вот невероятную просто четкость. Вот это вот дзынь-дзынь, так-так. Вот аж в ухо вам вырезается этот звук. Вот здесь вот этого, конечно, нет. Но здесь есть глубина, которой вот здесь не хватает. Я говорю, вот их два надо совместить, это будут идеальные наушники. Или это будет KZ-Z1. Опять же, которые самое первое место я оставлю всегда и везде, пока никто их не переплюнул. Но KZ-Z1, я говорю, страдает, потому что у них маленькая автономность и плохое соединение, Bluetooth-соединение. Вот у этих, кстати, все хорошо, автономность хорошая, все, они стоят тысячу рублей, вообще там 900 даже. Но в плане звука я их все-таки выбираю. Первое место вот этим. Второе однозначно вот этим. Потом копия на AirPods Pro. Баса. Баса, мало баса. Нету объема. Вернее, бас-то есть, но нету объема. Нету объема вот этого вот саббуфера. Нету ощущения вот этой глубины вот этой вот. Нет. Звук очень-очень похож на KZ-S2. Вот кто знает? S1. KZ-S1, KZ-S2. Очень похож. Очень похож на арматурный звук. Чистый, кристально-чистый звук. Вот только такими словами могу охарактеризовать. Да, и сюда баса. Все, идеал. Был бы идеал. Впереди еще очень много интересных распаковок. Ждите новое видео. Вам спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok